Всем привет! Я очень отвыклась снимать влоги, потому что последний раз снимала год назад. Сейчас 26 июня, и мы кое-куда едем. Но несложно догадаться, я думаю, что если я вас подключила, значит так и должно быть. Значит должно быть что-то интересненькое. Не знаю, будет ли вам интересно, хотелось бы верить в то, что да. Потому что когда неинтересно, это нехорошо. Скоро свидимся. Мы на месте. Я потеряла все, что мне понадобится там, с собой. Потеряла в машине. У меня все вывлилось из моего чудо-мешочка. Вообще-то это отчешник, не могу найти. А мне это необходимо. Пошли, кис. А как искать? Кис, мне очень жарко, я хочу просто выйти отсюда, я не могу больше. На самом деле мы пришли делать страшные вещи. Мы ходим по территории психбольниц. Это замечательно. Все как надо. Да. Можно сходить подписывать. Пописывать. Это просто может быть комната для полицессы. Нет, подписывать. Сейчас у меня возьмут интеропедю. Буду давать. Не знаю, на самом деле, как я буду ставить сейчас это кольцо. Нет, кольцо-то не важно, оно живет с ним хорошо. Просто оно так защелкивается, интересно. Больно, да? Как тебе это сделать, чтобы ты от смерти не отболилась? Ну что, больно? Сейчас подойти гонит, и яд, и мне руки трясутся. Камера всегда же мне руки трясутся. Не нужно. Что не нужно-то? В смысле трясутся? В смысле трясутся? Какой алкоголик, ты знаешь? А последствия какие? Последствия? Вот здесь где? Звязок у нас проколутся. Трассирующая пуля, знаешь, такую штуку? Нет, сейчас не хочу знакомиться. А можно, я тоже буду снимать? Снимай. А руки будут вдвойне больше, да, семье трясутся? Мы будем ставить тебе не кольцо. Не кольцо. Не кольцо. Потом его поставишь, я боюсь тебе оставить сейчас. Поржу. Не-не-не. Когда мне все опухнет. Тяжело будет стягнуть, я боюсь, что у тебя скринадчат полмозды. Да? Да. Ой. Это что, все? Нет, не все. Нет. Слеза течет. Есть такое выражение. У профессиональных пирсеров, кстати, это можно записать на камеру. Слеза не сопля. Блин, кстати, не больно. Конечно, не больно. Ой, уронила, уронила, уронила. Кров, кровь, кровь. Что ты уронила? Уронила слезу. Обалдеть. Септум было в 29-5 раз больнее. У меня слез было из двух глаз, у меня тогда потекло. А сейчас? Из одного глазка. Да, с кавычком. Да ладно. Да? А вообще, в следующий раз я вообще даже не моргну. В следующий раз, возможно, сеть в двух глаз. Вот что ты хочешь в следующий глаз? Не знаю, но чтобы проверить эту, как это, гипотезу или что это. Один раз персил, всегда персил. Блин. На самом деле, все. Может дальше. Ой, там видно, как будто козявочка. Ну, так я же говорил, связание сопля. Класс. А что-то, может, не подать что-то было? Да, давай переделаем, да, точно. Ну, а как? Лучше, чем септум? Ну, нормально, что, да? Это примерно на 291 тысячу подписчиков. Ну, тогда я беру. Все, мы уже возвращаемся домой. Синьор помидор. Да, синьор помидор. Я просто, я в гневе. В гневе на себя, потому что сразу нужно было бить... Ой. Тьфу. Прокалывать крыло, а не септум. Ну, если не считать эту козювку, мне очень нравится. Сейчас мне не больно, но это меня не успокаивает, потому что с септумом было точно так же. Мне не было больно, а потом, а потом я сняла. Ну, во-первых, потому что мне не шло, конечно, не к лицу было. И это, возможно, тоже не к лицу. В целом, я очень довольна, потому что там классные ребята. Очень классные ребята. Здравствуйте всем. Сегодня день номер следующий. Вчера все было слишком сумбурно. Сегодня не меньше. Не знаю, поняли вы что-нибудь или не поняли. Наверное, было сложно. Я до последнего пыталась сохранять интригу, но потом просто забыла предупредить вас о том, что я, собственно, приехала делать на территорию всей больницы. Забыла. И я не пойму, то ли это я такая страшная с такими камерами, то ли... То ли да. Потому что все остальные нормальные. Что могу сказать насчет носа? Я вообще-то странная, потому что говорила о том, что вот я пробиваю септум именно потому, что его можно спрятать, когда захочешь. А крыло я не прокалывала, потому что остаются шрамы, якобы. Не знаю. Но вчера я проколола именно крыло. Меня предупредили о том, что сегодня мой нос превратится в шарик. Как-то я не наблюдаю. По-моему, это просто пенечек. Чуть-чуть больше, чем обычно, но существенной разницы нет. Теперь пару слов об интервью. Это катастрофа. Потому что я несла такую ахинею, что даже не запомнила. Я не могла связать не то чтобы двух, я одного слова связать. У меня в моей голове находилась обезьянка и делала вот так. Мне нужно оставить ссылку на это интервью. Я не знаю, что там получилось. Мне скоро скинут готовый ролик. Ну как-то я хоть не горю желанием особо. Дело в том, что там сидели посторонние девушки, которые хихикали надо мной. Практически над каждым моим словом до интервью. Не знаю, может быть они не воспринимают всерьез блогинг. Потому что Валера, который мастер, спрашивал меня, опрашивал о моем увлечении. Меня это смутило. Прямо скажем. В принципе, я старалась быть максимально искренней. Но почему я разучилась говорить, я не понимаю. Я думаю, что дело в моем стеснении и в этих вот непонятных смешинках. В мою сторону. Это обидно, даже если это не со зла. Оно и не может быть со зла, но тем не менее. Это подкашивает. Изначально я хотела вставить в прокол кольцо, но Валера сказал, чтобы через две недели я помучилась с ним сама. Потому что, я думаю, вы слышали почему. Было бы весело, если бы у меня сейчас не было левого крыла. Что-то там как в песне. Без тебя, любимый мой, лететь с одним крылом. Очень смешно. Что-то мне подсказывает, что две недели терпеть я не буду. И, возможно, завтра я попытаюсь вставить это кольцо. И очень надеюсь на то, что оно будет плотно прилегать к крылу, а не торчать. Потому что, если оно будет торчать, я не буду выносить. Я хочу, чтобы оно облегало, прилегало, обтекало вот так. Не, ну блестяшка меня, конечно, тоже устраивает, но... То ли эта дырка так разбарабашилась, то ли что. Но вот эта вот сопля, она меня выводит. Ну, такое ощущение, что я просто вот каждые пять... Десять. Пять. Четыре, пять, десять. Ковыряюсь в носу. Каждые пять минут. Но я не ковыряюсь в носу, я просто поправляю свою стальную козявку. А еще сегодня был мой последний зачет в колледже. И этот день можно официально считать последним в этом учебном году. Уже завтра я узнаю результат. И очень надеюсь на то, что это будет не тройка. Но вот если сейчас будет тройка по математике, единственное, я капельку расстроюсь. Потому что не хочу пересдавать эту единственную тройку в середине лета. На этом моменте можно помолиться. Сейчас я отключаюсь и собираюсь встретиться с вами завтра с результатами. Я получила четыре. Обалдеть! В этот торжественный момент я пойду и попробую впихнуть в свою дырку новую кольцо. Для начала нужно обработать наш шнапак хлоргексидином. Затем дезинфицируем наше кольцо. Руки я уже помыла. И сейчас нужно каким-то образом достать эту финтифлюшку. Это было очень легко. У меня такая большая дырка в носу. Оно уже прошло или что? Я не вижу. Я справилась. Я не могу его захлопнуть. Не могу. Короче, ну их нахрен эти ваши кольца. Их невозможно закрыть. Просто невозможно. Ну просто невозможно. Пожалуйста, не будьте такими тупыми, как я, потому что сейчас я не могу вставить обычное украшение. Оно, я не могу. У меня не получается. Я уже опоздала везде, где только можно. Вспотела. Теперь еще и вонючкой буду. Ну ты же должна застегнуться когда-нибудь. Сколько с тебя можно нахиловать? Просто эврика. Как это называется? Как можно назвать? Но она здоровая и стремная. Прошло 4 дня с тех пор, как я попыталась вставить кольцо в свой нос. Я не знаю, почему он еще остался на моем лице. Это очень хорошая загадка. Почему? Он на моем лице еще остался. Почему не убежал? Я ковыряла свой нос в течение 20 минут перед выходом из дома. Понимаете? Ладно, я просто тупая. Тупая потому, что вообще догадалась как-то спустя 3-2 дня спустя, как проколола нос, вставлять кольцо, которое шире. Худо-бедно я его вставила, не смогла защелкнуть. Вытащила, подумала, что у меня легко и просто, и со свистом даже. Проскочит обычное украшение. А, но не проскочила и вообще даже не собиралась. Еще 5 минут я ковыряла свой нос, психанула, вытащила и пошла на улицу с открытой раной. Практически ножевое ранение. Мне нужно было срочно поехать по делам. На 3 часа. Зато вы можете меня облить какашками. Вот это как никогда уместно. Можете поливать. Потому что моего уже не осталось. Я уже столько на себя вылила сама. Можете просто подлить. Потом ко мне пришла моя подруга, проковырялась в моем носу еще 30 минут. И застегнула. Какое же оно уродливое, это кольцо на моем носу. Да, это отвратительно выглядит. Вечером этого же дня мама вернулась с работы и вставила мне мой бриллиантик за 15 секунд. Что могу сказать? Пожалуйста. Я вас умоляю. Не нужно вообще. Ничего подобного делать со своим... Это... Меня даже не смутило то, что это лицо. Нос-то на лице, понимаете? А не на... А про... На лице он. А меня не смутило... А что? Меня не холышет на лице он или нет? Наплевать, что я... Я до сих пор... Я поражаюсь. Почему мой нос на месте? Я не понимаю. Надо было, чтобы он отвалился. Потому что... Как можно такое творить в 17 лет? Участь в медицинском колледже? Я даже не знаю. Позор. Позор. Сейчас мой нос даже не болит, что очень странно. Он, можно сказать, и не болел вообще. За исключением одного. В течение первых двух дней после прокола вы не сможете ловить кайф от зевания. Потому что, когда вы зеваете, у вас раздуваются не только губы и щеки, но еще и ноздри. Вы только вроде уже так... Уже так... Хорошо. И нужно сразу закрывать рот. Потому что больно. А если подытожить, то я очень даже рада. Я потому что все замечательно. Если бы у меня была еще голова, которая не пустая. А может быть с мозгом даже. Цены бы вообще не было всему этому. А так есть, потому что мозги дорого стоят. И на этом мой влог подходит к концу. Я очень надеюсь на то, что он вам хотя бы чуть-чуть понравился. Также хочу попросить у вас прощения за некоторые моменты, в которых я выглядела не очень. Это вот когда я снимала снизу и даже не снизу. Ракурс подобрать очень непросто, как оказалось. Еще напомню вам о том, что ссылка на интервью будет в описании. Можете посмотреть на позор. Перед вами открылась только что уникальная возможность. К сожалению. И ссылку на салон я также оставлю в описании. А Валера это, собственно, тот мастер, который набил мне две моих татуировки. И проколол мне нос второй раз. Все. На этом я с вами точно прощаюсь. Надеюсь, что вам не было скучно. Всех безумно люблю. Огромное спасибо за просмотр. Целую и обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok